Продолжим изучение книги рассказа о пророках Ибн Кассира И напомню вкратце, последний раз мы закончили рассказ о пророке Юсуфе, алейсалям Рассказ, который Всевышний Аллах назвал Ахсан Аль-Касас лучшим рассказом И сегодня мы перенесемся немножечко на другую ветку На другую ветку То есть мы помним, что когда мы изучали пророка Ибрахима, алейсалям Аллах почтил этого пророка чем? Почтил его тем, что все последующие пророки, какие бы ни были, были его потомками То есть не было после Ибрахима, алейсалям, ни одного пророка, который был бы не из его ветки То есть не из его сыновей И в частности мы помним, что у него было два сына Это Исмаил и Исхар У Исмаиля впоследствии в роду, то есть очень через большое время появился последний пророк То есть единственный по его ветке, по его ветви, это был Мухаммад, алейсалям По ветке же получается Исхата были все остальные пророки И вот если мы перейдем к Исхату То у Исхата было два сына Один сын, его звали Аль-Ис У Аль-Иса, то есть он считается прорцом римлян и византийцев То есть Аль-Ис, это сын Исхата А второй близнец у него был, это Якуб И вот от Якуба было двенадцать сыновей И один из них Юсуф, которого мы на последних уроках учали То есть у Аль-Иса от его потомства был один пророк Которого мы сегодня, иншаллах, будем рассматривать Пророк очень замечательный Для меня его история, она на самом деле образец великой мудрости, великого терпения И с именем этого пророка именно связано такое слово, как сабр Слово терпения И безусловно, на участь всех пророков выпадает то, что они вынуждены многого претерпевать Но то, что мы рассмотрим сегодня Рассмотрим вкратце жизнеописание пророка Аль-Ис, то мы поймем, что действительно Те испытания, которые выпали на его жизнь, на его жизненный путь Они действительно просто настолько велики И как прекрасно он с ними справился Иншаллах, сегодняшняя тема наша пророк Аль-Ис, алейхиссалям Когда мы говорим о нем Всевышний Аллах в Куране, в некоторых аятах подчеркнул, каков Аль-Ис, алейхиссалям И из того, как Аллах его упоминает, мы тоже для себя кое-что подчеркнем Аллах дальше смотрит, что говорит Воистину мы нашли его терпеливым Как же прекрасен этот раб Воистину он всегда обращался к Аллаху То есть смотрите, если обратить внимание, когда в различных сурах описание пророков Иногда Аллах описывает пророка каким-то качеством Он кроткий, такой, 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 различный Про Исмаиля, алейхиссалям, тоже будем когда изучать Он кроткий, его Аллах называет Других пророков по-разному А вот Аюба, как Аллах назвал Поистине мы нашли его терпеливым То есть из числа терпеливых То есть Аллах спонтально сам подчеркивает Как будто бы, что с историей этого пророка Связано вот доскональное, фундаментальное понимание слова терпение И неспроста, да, вот у крымских татар есть такая пословица Я ее очень только недавно суть понял От бабушек, дедушек слышал такое Эйюб пиарамберн сабарамбер Когда какие-то трудности человека в жизни встречаются Наши предки говорили Эйюб пиарамберн сабарамбер То есть дай нам терпение пророка Аюба Для меня как-то непонятно было Что такое, что именно Аюб, почему И на самом деле пророк Аюб не особо, не сильно известен Да, вот так как Ибрахим, Муса, Иса и другие То есть на самом деле Вот именно с Аюбом как раз И мы сегодня поймем, что насколько сильно связано терпение И эта пословица, она неспроста Она вышла из глубокого понимания нашей религии Первое, с чего начнем Положение, в котором жил Аюб, алейсалям Аллах спонтайм наделил этого человека Всеми возможными милостями, которые в этом мире могут быть То есть он был очень богатый человек То есть по некоторым деваятам Куда бы он ни обращался, чем бы он ни начинал заниматься В нем был баракат Постоянно деньги, золото, серебро То есть ни в чем он не нуждался У него был огромный дом Богатство, поля, сады, пашни, урожаи Рабы, прислужники То есть у него Малторов там, да, то есть со стороны имущества Вообще никаких проблем То есть зажиточный, даже не просто зажиточный А очень-очень богатый человек Что у него еще было для счастья? Что еще нужно людям? Дети Как Аллах говорит То есть дети и богатство, украшение этой жизни Так вот у него было 14 детей То есть 14 мальчиков и девочек То есть большое количество Примерно надо брать Да? Да, примерно надо брать Иншалла То есть огромное количество детей И главное от кого дети? То есть у него была одна любящая И та, которую он очень сильно любил Жена Праведная его супруга То есть по большому счету Что бы из того, что мы перечислили Что еще нужно для счастья? То есть ну для вот, скажем Шикарного времяпрепровождения в этом мире Да, по сути больше ничего Богатство, деньги, жена, дети То есть что еще надо человеку? То есть его все уважали Он был пророком Все к нему обращались То есть все, что надо есть Ну вот теперь Как это все продолжалось? 70 лет он был в таком положении То есть все, что надо у него есть И вот тут начинается испытание И испытание было очень великое То есть оно началось с одного Ударило по одному И перешло на все остальное Ведь неспроста Аллах сп.н. говорит То есть вы, говорит, непременно будете испытаны страхом Потерей плодов, имущества, жизни То есть Аллах сп.н. в этом, знаете, Перечисляет, что человек Безусловно будет испытан И как раз таки перечисляет Чем обычно Аллах может испытать человек То есть вот все, что, в принципе, его окружает Это может стать для него испытанием Будь то богатство Будь то родные Будь то имущество Будь то здоровье То есть все может Аллах спонтали испытать Вот посмотрите, как Аллах спонтали испытал Айюба, алейсалям То есть он сковал его болезни Как передается в некоторых ревоятах То есть это была болезнь проказа Что за проказа мы знаем То есть это вот когда Тело начинает разлагаться То есть мясо вот начинает отпадать Да, от человека Очень такой нехороший запах Исходит из-за того, что процессы гниения Да, на теле происходят То есть Аллах сп.н. в.т.аля Наслал на Айюба, алейсалям Вот такую вот страшную болезнь То есть человек, который был красив Полон сил, богат То есть он слег То есть ислег такой болезнью очень тяжкой И она, в принципе, в те времена считалась вообще неизлечимой Если вспомнить, вот даже фильм был Такой царство небесное Про Саллахуддина и Айюбе И вот там этот король Иерусалима То есть который в маске был У него тоже та же самая, по сути, болезнь была То есть от него тело, да, все разлагалось, геноилось То есть он в маске ходил Потому что лицо невозможно было показывать на людей То есть вот такая болезнь постигла Айюба, алейсалям Но на этом все не остановилось Он слег Естественно, у него пришел Аллах спонтально начал испытывать через другие Через его имущество Начали сохнуть поля Высыхать деревья Не получать урожай В результате, через некоторое время Он потихоньку-потихоньку Лишился всего своего вот этого огромного состояния Которое у него было Ну и на этом все не закончилось Дети Один за другим начинает умирать Один ребенок за другим Кстати, он до 12 детей Все один за одним умирают И вот теперь человек, который обладал Всем имуществом, здоровьем, детьми, достатком Он в один час всего этого лишается И лежит в постели И вот здесь очень важный какой момент понять Человеку, которому не постиг, скажем Счастье быть богатым То есть не имел большого количества имущества Ему тяжело будет понять, каково его терять Ну попытаюсь такой простой пример привести У всех, наверное, бывали ситуации, когда Ты какой-то вещи привыкаешь И потом ты ее лишаешься И ты, например, телефон, да У тебя хороший, дорогой телефон Ты его роняешь, ломаешь И ты там вынужден какое-то время Либо у тебя денег на новый такой Берешь, ну, намного слабее телефон И ты сразу начинаешь Вот ощущать все вот эти неприязни То есть тому, что хуже То есть человек по своей природе Любит хорошее А когда он его лишается И вынужден пользоваться чем-то худшим Для него это становится очень-очень большой проблемой И представьте, теперь Вот я такой микропример привел С телефоном Когда у тебя уровень достатка Как миллионер, миллиардер И ты вдруг этого всего лишаешься Каково человеку это испытание И вот здесь, безусловно, очень уместен будет хадис Где посланник Аллаха, Саилла Абсалям У него спросили Кто из людей более всего подвержен испытанию На что он сказал Пророки Потом самые примерные и менее примерные Люди испытываются по мере их религии Так чья религия толста усилится его испытание То есть толста имеется в виду сильная Он тверд в своей религии А чья религия слаба Ослабятся и его испытания И воистину человека будет непременно постигать Испытание до тех пор, пока он не будет идти по земле Не имея на себе ни одного единого прегрешения То есть Всевышний Аллах Посланник Аллаха, Саилла Абсалям В этом хадисе нам дает знать Что природа испытаний Это дается в соответствии с высокой степенью веры человека Так как самые верующие, самые сильные Это были пророки То безусловно на пророка выпадает самое большое количество испытаний И к сожалению, вот буквально недавно Такую ситуацию видел, да? То есть люди дают информацию, да? Вот ВС Групп Что человек нуждается в лечении, да? То есть болезнь постигла и тому подобное И к сожалению, люди не совсем иногда правильно реагируют Смотрю следующий пост, после этого приводится то ли мнение ученого Уже точно не помню То, что все болезни, которые там постигают человека Все его трудности, это связано с его грехами Ну, здесь на самом деле, смотрите, ситуация-то и обратная может быть Это одному Аллаху и дома То есть он отправляет какие-то беды, тревоги, печали Как искупление за грехи Либо же как воздаяние То есть очищение посредством вот этих трудностей, болезней и тому подобное От его грехов Поэтому безусловно вот мы видим, что испытываемость человека Напрямую зависит от его богобоязни И чем сильнее человек, чем богобоязни Но тем сильнее и испытания, которые на него настигают Ну, теперь смотрите Когда он постигает беда Как Аллах спонталя говорит Что он говорит? Что говорит человек, когда постигает его беды? Поистине мы от Аллаха и к Нему наше возвращение И вот этими словами Айюб алейсалям встречал любое испытание Которое его постигало Приходит вещь, что урожай погиб Он говорит эти слова Приходит вещь, что сын у него скончался Он говорит эти слова Приходит вещь, что там еще что-то произошло Он встречает его этими словами И самое большое богатство, смотрите Которое осталось с ним И вот в это тяжелое время Было сильной его опорой Кто был? Это осталась его жена И представьте, насколько сильно испытания ей выпали То есть будучи госпожой Которой обхаживали огромное количество прислуг Будучи женой богатого Которая могла что хочешь себе позволять Она оказывается в ситуации Когда у нее сгнивает Муж лежит Еле на кровати Она этого всего лишилась Нет ни денег, чтобы его накормить Ничего И вот теперь вот эта женщина Не упоминается, как ее звали В достоверных ревоятах Она идет и начинает прислуживать людям Насколько это испытание То есть она идет и нанимается служанкой К зажиточным людям Чтобы заработать какие-то несколько дергамов На которые она покупала еду и питье И приносила своему больному мужу И насколько вы помните Слова пророку саллиллаху алисаллим Ученых, где они говорят, что насколько велика Милости жены Что одним из самых больших благ Которые человек в этом мире может иметь Это благочестивая и праведная жена И неспроста, когда пророк саллиллаху давал советы Как выбирать жену Из четырех критериев он сказал Выбери богобоязненную и получишь все То есть смотрите, вот именно в таких ситуациях То есть жена не проявится Когда ты богат, когда у тебя все хорошо А именно она начинает проявляться Тогда, когда тебя постигают беды Именно вот в этой ситуации Если жена праведная Ты выбирал ее по правильным критериям То она будет тебе достойной опорой Во всех твоих испытаниях И вот его жена таким образом Зарабатывая смотрела своего мужа Который лежал в постели Кроме лишения всего, чего еще Айюб Алисалям лишился Он лишился людей Которые постоянно ходили к нему Он же был пророком, все это знали И теперь все люди отвернулись от него Они не хотели к нему заходить Потому что от него плохой запах исходил Они боялись от него заразиться И вот в таком изолированном состоянии Потеряв все, как вы думаете Сколько находился этот человек Кто-то может сказать? 70 лет? А? 70 лет Где находился? 70 лет его постигло это То есть в таком состоянии В состоянии болезни Айюб Алисалям 18 лет находился 18 лет, представляете? Находиться в постели, гнить Потерять все Лишиться родных, близких Все от него отвернулись Никто к нему даже не заходил Иногда вот заходили два брата Но мы о них тоже чуть позже упомянем И жена Одна жена, которая постоянно за ним ухаживала И однажды, когда он И люди же мнительные по своей природе И большинство людей даже не хотели Брать его жену на работу Потому что стали бояться, что может она ее заразит Может это какая-то кара Божья На этой семье И сейчас я возьму ее к себе То есть ее даже многие на работу не брали Прогоняли И об этом знал Айюб И вот однажды, когда она уже совсем Ничего не нашла Никто ее на работу не брал Что она сделала? Она срезала свои волосы И продала их И на эти деньги Она купила еду И питье для своего больного мужа И принесла их домой И когда она принесла Айюб Алейсалям Говорит Вот такая-то Откуда ты это взяла? Она говорит Кушай Я говорю Знаю, что тебя сейчас никто на работу не берет И сама об этом говорила Откуда ты нашла деньги И принесла это? Она очень долго не хотела говорить Но потом она все же Вынуждена пласкать Так как Айюб категорически отказывался Принимать пищу Пока не узнает природу этих денег И вот она сказала Что продала Срезала свои волосы И продала их И когда он это услышал Естественно, сердце Айюба Еще более сдавилось И через некоторое время Еще один инцидент произошел Он услышал, как два брата Которые пришли его навестить Разговаривали между собой Что сказали Один из них сказал Ты смотри, говорит Какой же, говорит, грех совершил Айюб Пророк Аллаха Что 18 лет он уже в таком состоянии находится То есть Родной человек То есть когда тебе говорит Так вот Вы представляете Насколько вот со всех Когда в Аллахе Когда какую бы тяжелую ситуацию Не попали в своей жизни Вспомните вот Айюба И все ваши проблемы Покажутся мелочью То есть куда бы он ни смотрел Вот везде были проблемы Но вспомним слова Аллаха И обратно Терпеливо Так вот Айюба Айюб 18 лет проявлял терпение Безусловно Это терпение Дало свои плоды И какие эти плоды Мы чуть позже узнаем Знаете, два случая Очень сильно сжали Еще его вот это сердце Которое Ни секунду Не переставало Уповать на Аллаха Проявлять сабр И смотрите Какое делал Дуа Айюб Алейсалям В некоторых реванятах Передается Что все тело его сгнило Ну Находилось в таком состоянии И он говорил О Аллах О Аллах О мой Господь Я готов быть Чтоб сгнило Все мое тело Ради тебя Но я, говорит Прошу Сохрани Два кусочка мяса На моем теле Как вы думаете Что это за кусочки мяса? Сердце Первое Угадали? Угадали То есть Айюб Алейсалям Говорил О Аллах Сохрани Два кусочка Моего мяса На моем теле Это язык Который бы Говорит Я поминал тебя Постоянно И сердце Которым бы Я боялся тебя Насколько Велика Вера В этом человеке Насколько Велик Иман В этом пророке был Находясь В таком состоянии Загнивая Без ничего Оставшись Он продолжал Постоянно Опоминать Аллаха Делать ему Зикры И продолжал Своим сердцем Проявлять Такого То есть Проявлять Багобоязненность И страшиться Всевышнего Аллаха И вот Когда Вот эти два Случа Произошли Аюб Что сказал Смотрите Ва Аюб И Аюб Возвал К своему Господу Сейчас Можно подумать Как Чего он попросит Да У него Посмотрите Что он сказал Ва Аюб Ва Аюб Обратите Обратите внимание Он Он не стал Он не за все Это время Не взывал К Аллаху Избавь меня От этой болезни О Аллах За что Мне это То есть Почему Мне тяжело Помоги мне Нет Никогда Этого не было И после Вот этих Случа Когда Когда его сердце От боли Сжалось Как он Попросил Аллах О Аллах Меня коснулось Зло Никакой жалобы Не видно В его дуа Он лишь Говорит О Аллах Меня коснулось Зло А ты Милостивый Из милосердных То есть Он Опять Вот этим Дуа Да Показывает Насколько Была Велика Степень Этого Пророка То есть Насколько Он уповающий Насколько Он Был Мудр В своем Обращении И вот Тогда Всевышний Аллах Однажды То есть Все время Свою нужду Справлять Помогала Его жена Так как Он не мог Сам С кровати Вот Однажды Он Не застав Жену Пытался Сам Встать Но У него Ничего Не получилось И вот Тогда Он Это Сдел Дуа И на Что Аллах Ответил Следующее Аллах Субхан Та'ля Сказал О Аюб Топни Ногой И вот Прохладная Вода Для Купания Для Питья То есть Что Это Была За Вода Аллах Субхан Та'ля Отнушил Аюбу Чтобы Он Топнул Ногой По Земле И С Нее В Его Доме Пойдет Вода Родник И Увчей Бить Источник Начнет И Говорит Ополоснись В этой Воде И Ты Получишь Облегчение И Вот Аюб Топнул Ногой Пошла Вода В Его Доме И Этой Водой Он Начал Омывать Своё Тело И Вся Эта Проказа Эта Вся Болезнь Загнивающая Тело В Один Момент Все Исцелилось Потом Он Стал Эту Воду Пить И Все Болезни В Внутри Его Тело То есть Они Тоже Излечились И Кроме Того Аллах Субхан Ва Та Возвращает Аюбу Его Молодость И Красоту То И Обрадует Терпеливых И Вот За терпение Которое Аюб Проявлял После Эта 18 Лет Я не Назову Это Даже Страданиями А И 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 Возвращается И В таком Состоянии Находится Дом Приходит Его Жена И Жена Начинает Смотреть На кровати Нету Аюба Начинает Переживать И Искать Где Начинает Спрашивать Где Аюб О юноша Что ты Сделаешь В нашем Доме Где Мой Муж Где Кто Его Украл Что С ним Беда Какая То случилась Ну Аюб говорит, я твой муж, я Аюб Она говорит, о, юноша, ты еще, говорит, издеваешься надо мной Ты, говорит, я ищу, говорит, пророка Аллаха, говорит, который прикован в постели 18 лет, говорит, лежит, старый То есть ему уже, получается, было 88 лет А ты, говорит, еще издеваешься надо мной, говоря, что ты Аюб И потом он его остановил, говорит, посмотри на меня, вспомни Аллах ему вернул именно его облик в юности, в молодости, какой он был И вот Аллах спонтанно внушает спокойствие, жена успокаивается, начинает смотреть и понимает, что действительно это ее муж И говорит, как так случилось? И Аюб говорит, тот, кто наслал на меня эти все испытания, он и дал нам излечение и выход с этой ситуации И дальше что происходит, смотрите Аллах спонтанно внушает, говорит, и мы, говорит, наделили его семьей, похожей на него То есть изначально Аллах спонтанно, он сделал дуа Аллаху, Аюб алиэсалям И Аллах спонтанно вернул его жену в то же состояние, которое она была в молодости Красивой, молодой, то есть как Аюба он вернул, так и ее вернул И кроме того, впоследственное, чуть забегая вперед, то есть у них родились все те же 14 детей Один в один, как Аллах спонтанно говорит То есть один в один, которые были схожи с теми, которых Аллах забрал, которые они потеряли По нашей милости и напоминаниям для обладающих умом То есть Аллах спонтанно нам покажет, что воздаянием за терпение является то, что Аллах награждает того, кто проявляет терпение По своей милости И этот пример, этот рассказ является, безусловно, образцом того, как мусульман должен переносить трудности на своем пути И дело исправилось, и жена вернулась в то же состояние Через определенный промежуток времени все дети у них опять родились Теперь смотрите, имущество, которое он потерял, как Аллах ему возвращал Передается в хадисе от Аль-Базара У Аюба было два гумна Одно из них предназначалось для пшеницы, а другое для ячменя И Аллах послал два облака, то есть было два хранилища для зерна и для пшеницы Послал на них два облака, и когда одно из них оказалось над гумном для пшеницы Из него высыпалось столько золота, что не уместилось в нем А когда, говорит, вторая тучка пролила дождь серебра на тот гумн, который был для пшеницы И, говорит, столько серебра высыпалось, что не уместилось туда Пусть Аллах увернул еще и имущество, которое он потерял Дальше, исцелив Аюба, в другом хадисе от Ахмада передается Исцелив Аюба, Аллах пролил на него дождь из золотой саранчи И тот принялся подбирать ее и складывать свою одежду И ему было сказано «О Аюб, неужели ты не насытишься?» На что Аюб сказал «О Господь мой, кто же может насытиться твоей милостью?» И вот в таком состоянии, когда Аллах спонтанно испытав Аюба, забрав все Восемнадцать лет находясь в таком состоянии, он ему все возвращает И вот семьдесят лет, по некоторым реваятам передается, что как он после болезни очистился, вернулся То есть семьдесят лет, которые он до болезни прожил, Аллах ему подарил эти же семьдесят лет И, безусловно, немножечко хочу сейчас уйти в тему терпения, в сабар Так как мы, безусловно, с этим пророком это слово тесно связано и сплетено Как ни с одним другим пророком Что ж такое терпение, да? Всевышний Аллах во многих аятах о терпении говорит, в частности «Я их лязина аманус беру, васа беру, варабиту, ватта уллаха, на аля кум туфляху» Вот те, которые уверовали, будьте терпеливы Запасайтесь терпением, несите службу на заставах, не бойтесь Аллаха Быть может, вы преуспеете Если мы посмотрим в словарь, то словарное значение слова «сабар» Это удерживание, контролирование самого себя То есть Нарса То есть такое у него терминологическое значение «удерживание» И, как некоторые ученые, выделяют, что терпение имеет тоже свои виды И вот из них три вида отмечают Что терпение в послушании Аллаха, терпение в избегании греха И терпение в беде, которую человек постигает Что касается терпения в послушании, то, безусловно, исполнение шариата Аллаха Его предписание, оно требует от человека терпения То есть, я думаю, никому не нужно сильно многое объяснять, что утром на намаз вставать тяжело Летом в Рамадан поститься сложно То есть почти любые обряды поклонения возьми Любые обряды муамалят, взаимоотношения возьми Везде сложности И человек, притворяя в жизни, хочешь не хочешь, вынужден проявлять сабар, терпение И вот, например, о намазе Всевышний Аллах говорит Приказывай же своей семье выстаивать молитву и будь терпелив в ней Также в другом аяте Аллаху спонталя говорит И обратитесь за помощью к терпению и мольбе Ведь она великая тягота только не для смиренных То есть в этих двух аятах, например, Аллах спонталя нам покажет, что молитва это тягость И лишь тот, кто запасется терпением и маном, тот ее сможет нести Второй вид, это терпение во избежание грехов То есть если нам нужно терпение, чтобы притворять шариат То точно так же, скажем, нам нужно терпение избегать его нарушений И как передается во многих хадисах, например, Муслим передает Что посланник Аллаху сп.с. сказал, что рай окружен всяческими неприятностями А ад окружен всяческими страстями То есть чтобы мы не хотели своей жизни То есть когда мы хотим отвратить себя от греха То мы вынуждены проявлять терпение А грехи вокруг, везде То есть элементарно летом, выходя в общество наше современное Не знаешь, куда свои глаза засунуть Потому что куда ни посмотри, харамы видишь И любой этот человек, который хочет не ослушиваться Аллаха Жить по его этим законам, он вынужден проявлять терпение И третий вид терпения, это терпение, когда тебя постигает беда Безусловно, это тоже один из важных элементов И именно при постижении беды Мусульманин должен как никогда быть терпелив Показывать свою терпеливость Выстаивать должным образом Не роптать и не взять О, за что мне, почему я вроде же хороший такой А почему я болею, а почему мне денег нет Почему я в аварию попал и тому подобное Любая беда, как в выше приведенных хадисах было сказано Она, человек, который встречает в нужном понимании Не роптаясь, терпением Он очищается от каких-то своих грехов И вот передается хадис от Ум Салямы Я слышала, как посланник Аллаха, салли Аллаху, б.с. сказал Если кого-либо из рабов Аллаха постигает несчастье Он скажет Поистине мы принадлежим к Аллаху И к Нему мы вернемся О, Аллах, вознагради меня в несчастье моем И дай мне взамен нечто лучшее Всевышний непременно вознаградит его в его беде И даст ему взамен нечто лучшее В другом хадисе говорится Когда у раба Аллаха умирает ребенок То есть это именно Представьте, да, вот Если к Аюбу вернемся Бывают ситуации Например, у моей сестры ребенок умер Насколько они тяжело это переносили Да, грудной маленький ребенок И для любого отца Потерять своего ребенка Матери, да, это очень сложно Они потеряли 14 детей И как это ранимо было Ну какая за это награда Когда человеку правильно выстоит Передается Когда у раба Аллаха умирает ребенок Аллах Всевышний спрашивает у своих ангелов Вы забрали дитя моего раба? Они отвечают, да Тогда он спрашивает Вы забрали плод его сердца? Они отвечают, да Тогда Аллах спрашивает И что же сказал мой раб? И они отвечают Он воздал тебе хвалу И сказал Инна-ли-ля-гива Инна-ли-ли-ра-джу Он поистине Продвижит к Аллаху И к нему наше возвращение И тогда Аллах Всевышний говорит Чего говорит Постройте для моего раба Дом в раю И назовите его Домом Хвалы То есть человек, который Вот встретил должным образом Такое испытание Наградой его является То, что Аллах ему воздвигнет Дом в раю Поистине Еще много хадисов На эту тему Но уже, кажется Я много говорю Последнее О чем хотел бы Тоже упомянуть В теме Терпение То, что терпение Мусульмане Должны проявлять Именно в правильном направлении То есть именно Как вот Было вышеперечислено То есть терпение В исполнении шариата Терпение В остережении грехов И терпение Когда какая-то беда Случается Тягота Но, к сожалению В современном обществе Часто можно услышать Неправильное понимание То есть когда Какие-то происходят Беды Людям говорится Терпи Ничего не делай Просто надо подождать На самом деле Если мы исполним Суру Валь-Аср Там тоже Очень мудрые слова Всевышнего Касательно терпения То поймем Насколько Как То есть Механизм проявления терпения Аллах Субхан Аталии говорит Валь-Аср Так и мы С предвечерним временем Инна л-инсана Ла фи хусар Поистине Человек в убытке Иля л-лядина аману Кроме тех Которые уверовали Ва-аминису али ха Творили благие деяния Призывали к истине И проявляли терпение То есть Правильная То есть Концепция терпения Она в чем заключается Что Поистинный человек Будет в убытке Кроме тех Кого Первое Иман То есть Иля л-лядина аману Иман тебя толкает На что? Аминусу али ха Делание благих дел То есть Иман Вторая ступень Благие деяния То есть Совершение благих дел Вот Ава-сау-бель ха И на этом пути Когда ты делаешь Правильные благие деяния Ты должен Что делать Вот Ава-сау-бель ха То есть Заповедовать Друг другу истину А когда ты Начинаешь Заповедовать истину У тебя сразу Появляются враги У тебя сразу Появляются Трудности У тебя сразу Появляются Какие-то проблемы И не было Ни одного Пророка Который Со своей истиной Который пришел Не столкнулся с тем Чтоб его изгоняли Чтоб его нарекали Ложицом Обманщиком Колдуном Чтоб его Побивали И тому подобное И вот На вот этом пути Ты делаешь И ты Заповедуешь Друг другу Вот Вот Эту путь Вот эту борьбу Проявлять На ее пути Терпения Иншаллах Я закончил Если есть вопросы Которые Дарья 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 Дарья